Семья из пяти человек погибла в ночь на Старый Новый год в микрорайоне Пятая площадка. Супруги, их годовалый мальчик, восьмилетняя девочка и их дедушка умерли во время пожара в собственной квартире. Огонь появился в одной из комнат в три часа ночи. Соседи почувствовали едкий запах гари и не сразу поняли, что произошло. Сильной задымленности в подъезде не наблюдалось. Когда на вызов приехали пожарные, они не смогли сразу взломать металлическую дверь квартиры. Она просто не поддавалась. После того, как ее открыли, на пороге нашли тела 50-летнего мужчины и его 41-летней жены. Они явно пытались открыть дверь изнутри. Похоже, заклинило замок. Мужчина хотел до него добраться. Соседи недоумевали, почему супруги не воспользовались окном. А они выбраться не могли? Ну, дверь заклинила. А почему? Ну, через окошко они не могли хотя бы... Ну, все-таки второй этаж можно было бы спрыгнуть. Почему, я не знаю. Стекло в комнате разбили уже пожарные. Из-за чего в квартире возникло пламя, устанавливают сотрудники следственного комитета. Соседи предположили, что огонь мог появиться из-за прогрева машины. Микроавтобус, принадлежавший семье, прогревался с помощью провода, перекинутого с балкона квартиры. Ну, так предполагаю, что они машину грели. У них машина под балконами, вечно висела этот шнур. Я думаю, что может быть какое-нибудь замыкание. А что за шнур? Провод как? Провод, ну да, машину грели, видимо, с квартиры. Родственники погибших были в замешательстве. По словам отчима женщины, машину таким образом семья прогревала много лет. Проблем с проводкой в квартире не было. К табаку был неравнодушен только 74-летний отец хабаровчанки, который пережил инсульт. Там, в принципе, никто не курил. В принципе, такого. Ну, вот он, он курил раньше, но потом он почти не курил. Иногда, вот я приду он там, у меня курнет сигареты, у него и сигарет-то не будет. Тем не менее, постель затлела именно в комнате пенсионера. Он, похоже, погиб первым. Дым постепенно заполнял квартиру. Слишком поздно проснувшихся супругов охватила паника. Ключ от дверей найден. Он валялся в коридоре. Дети угорели в своих постелях. По словам соседей, семья была более чем благополучной. Женщина имела свой магазин, муж постоянно был на работе, дочь училась во втором классе. Они там не пьют, там вот это вот. Ну, как бы нет такого, чтобы там люди бухали, там как-то этого. Нет, была такой вообще спокойной семьи. То есть, довольно-таки хорошая даже, скажем так. Несмотря на ужасные последствия, площадь пожара составила всего несколько квадратных метров. С места происшествия Анастасия Манина и Андрея Уферов.